Добро пожаловать на просмотр обзора обновления в игре Motor Depot. Теперь официально последняя версия этой игры, это версия 1.2.3. Ссылочка на игру в плеймаркете будет в описании. Итак, буду снова двигаться от менее заметной к более заметной новости. Итак, новость number one. Это проведена оптимизация игры и исправлены ошибки. То есть, ребята у кого не шел в Motor Depot или он шел с проседаниями FPS и такими вот проблемами неприятными, возможно, вот, решение вашей проблемы. Обновляйте, устанавливайте и пишите в комментах, стало ли лучше. Так, следующая новость. Это проведена работа со звуками Motor Depot. То есть, это звуки двигателя, окружающие звуки, звуки в меню и в гараже точнее. Ну, в общем, как-то так тоже пишите в комментариях, стало ли лучше. Но мне лично все это зашло. Дальше у нас со всеми УАЗиками, которые у нас были, была проведена работа по изменению модельки. И я вам это покажу. Но сначала договорю все новости. И последняя самая интересная захватывающая новость. Это добавленные зеркала. То есть, теперь их можно реально включить. Вот, сейчас покажу. Вот, зеркала. Их можно как включить, так и выключить. Поэтому, кто боялся, что из-за зеркала у него будет плохая оптимизация игры, не волнуйтесь. Это можно все отключить. Вот так вот они работают изнутри. Как видим, все детально видно. То, что сзади находится левое зеркало и правое зеркало. То есть, они информативные и очень хорошие. То есть, это плюс к игре. Как видите, у меня ничего с ними не лагает. Когда мы едем от третьего лица, они как бы отключаются в этот момент. Так как, зачем они нужны в виде третьего лица. И это тоже плюс к оптимизации, чтобы игра не лагала. Также, как вы заметили, кнопки управления тоже видоизменились. Они стали более прозрачные и менее заметные. То есть, теперь так вот это все посвободнее выглядит. Ну и так, я уже запалил буханку. Как видите, она была видоизменена. Сейчас я вам покажу, что с ней стало. Ну и как и с остальными УАЗиками. То есть, теперь этот УАЗик у нас не грузопассажирский, а грузовой. Между отделением грузов и водителем такая стенка с окошечком. И окон здесь нету. Только вот отверстие вентиляционное и все. Рабочих мы теперь возить не можем. Теперь УАЗик у нас как аварийная служба. Кстати, не смотрел цвета. Может, можно поменять? Нет. Думал, как под аварийную службу можно было перекрасить. Но нет. В общем, так вот теперь у нас выглядит буханка. Пишите, какая буханка была лучше до или после. Мне нравится, которая после. Она теперь более такая детальная. Ну и теперь УАЗик 3151. Он тоже поменял вид, облик. Стал более детализированный. Ну, в общем, как-то так. Я думаю, это обновление заслуживает лайка. Ну и последний УАЗик это УАЗ 3303. Вот так он теперь выглядит. Можете поставить в определенные моменты на стоп. И посмотреть, что же изменилось, что же стало лучше. Но чисто визуально я изменения вижу. То есть, даже так не всматриваясь, их видно. Модельки стали однозначно лучше. Что ж, ну и все. В принципе, это все обновление. Так что бегите, обновляйте. Устанавливайте. Как говорил, ссылочка на Motor Depot в Play Market будет в описании. Так что вот, как-то так. Раннее утро. А уже такой приятный сюрприз. Что ж, всем большое спасибо за просмотр. И встретимся в следующем видео.